Брекзит или и Трамп. В парламенте Великобритании сегодня кипит работа. Нижняя палата обсуждает, стоит ли принимать американского президента с государственным визитом, а верхняя палата – выход страны из Евросоюза. Чего ждать от британских законодателей? Светлана Чернецкая из Лондона. Напряженный день в британском парламенте. Эмоции бурлят и у его стен. Люди вышли на очередной протест против визита американского президента. Против ненависти, расизма и раскола митингующие уверены. Государственный визит Дональда Трампа опорочит страну и, в частности, ее величество. Такое же мнение выразили миллион восьмисот тысяч человек, подписавших петицию с призывом отозвать приглашение Трампу. Этот человек стрижет под одну гребенку мусульманские общины семи стран. Если мы его примем в Великобритании, потомки нас осудят. Депутаты палаты общин обсуждают сразу две петиции. Вторая в поддержку визита президента США. Ее подписантов в шесть раз меньше – 300 тысяч. Правительство свой ответ уже обнародовало. Оставить в силе приглашение. Депутаты тоже вряд ли рискнут ссориться со штатами, давним союзниками Великобритании. Самое мудрое решение, чтобы американская администрация сама решила, когда лучше президенту предпринять визит. Я считаю, что самым лучшим временем был бы 2020 год, к 400-летней годовщине создания английской колонии в Америке отцами-пилигримами. Учитывая предыдущий опыт, приглашение Трампа действительно выглядит спешным. Например, Обама удостоился такой чести только спустя два года президентства. Джордж Буш – через два с половиной. Трамп же – всего через неделю после инаугурации. Горячие дебаты сегодня в обеих палатах парламента. Пока Нижняя готовит ответ по Трампу, в Верхней Палате обсуждает законопроект по Брекзиту. Событие политически значимое, ведь только после согласия ПЭРов правительство сможет официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза. На заседание приехала премьер Тереза Мэй. Это довольно необычно в Палате общин с отчетом о работе. Она бывает еженедельно, но не в Палате лордов. Ожидается, что ПЭРы тоже не пойдут против воли народа и законопроект утвердят. Вот только, скорее всего, затянут этот процесс и вернут документ на доработку в Нижнюю Палату. Мы хотим, чтобы в законе было прописано право парламента проголосовать за условия выхода из Евросоюза, когда правительство подготовит документ по Брекзиту. 200 из 800 ПЭРов заявили о своем желании сегодня высказаться по этому историческому вопросу. Так что дебаты затянутся до полуночи. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.